iOS 14.3 для iPhone 6s уже вышла. Специально для всех тех, кто хочет обновиться, я проверю все те проблемы, которые вы мне указали в комментариях. Также детально разберемся в работе iPhone 6s на iOS 14.3, как в производительности, так и по батарее. Зарядим телефон до 100% и посмотрим, как быстро он разрядится. iOS 14.3 уже установилась. Вот она, iOS 14.3 на iPhone 6s. Смотрите, заходим в настройки, проверяем, действительно ли у нас установлена iOS 14.3. Да, все верно, это 14.3 на iPhone 6s. Сейчас мы ее протестируем по полной программе. Покажу вам состояние аккумулятора. У меня она составляет 87% максимальной оставшейся емкости. Посмотрим, сколько сама система занимает место на iPhone 6s. Для этого переходим в основные хранилища iPhone и видим, насколько быстро у нас подгружается хранилище этого самого телефона. Самое большое приложение у меня PUBG, а сама система занимает 6 ГБ и 410 МБ. Достаточно много для iPhone 6s. Выходим и начинаем запускать первым делом, конечно же, приложение для того, чтобы проверить, как у нас вообще дела с оперативной памятью. Насколько быстро будут вылетать приложения после того, как мы их откроем и после этого начнем делать что-нибудь другое. Запустили несколько приложений, также запустим непростые игрушки. Так, выходим и теперь начинаем просто смотреть, как у нас вообще работает сама система. Например, панель управления. Видим, что сейчас она открылась очень быстро. 3D Touch отрабатывает великолепно. Сейчас мы будем активно использовать все новые функции iOS 14, например, такие, как добавление и объединение виджетов. Смотрите, нам кто-то звонит на телефон, я тут объединяю виджеты, пытаюсь их всячески перелистывать, и в этот момент у нас до сих пор висит входящий звонок, я его отклоняю. Сейчас также попробую еще раз сюда же перезвонить, буду передвигать виджеты по рабочему столу. Будем смотреть, насколько плавно передвигаются у нас в этот момент иконочки. Входящий звонок появляется в виде вот такого вот уведомления, и все работает плавно. Виджеты также перелистываются, все очень четко работает. У нас висит входящий звонок в статус баре, добавил большое количество различных виджетов. Видим, что также уже некоторые из них пообъединял. Сейчас мы будем их перелистывать быстро. Оп-оп-оп, вот так вот делаем все, перелистываем. Видим, что все отлично отрабатывает. Также в этот момент буду листать рабочие столы, буду смотреть, как у нас все это будет работать. И вы знаете, да, действительно, все работает очень быстро. Даже на айфоне 6s. Единственное, что он уже разрядился почему-то на 4% буквально за 5 минут тестирования. А что будет, если сейчас мы начнем воспроизводить фильм с помощью функции картинка в картинке? Телефон уже сильно нагрелся, начиная воспроизведение фильма по Wi-Fi с помощью какого-то приложения, выношу фильм на главный наш экран, при этом я его увеличиваю в размере и вылистаем при этом рабочие столы. Видим, что все отрабатывает великолепно. iPhone 6s ни разу не подлагивал за все это время. Вау, ну просто круто. И также можем перелистывать между всеми этими различными типами виджетов. Вы мне говорили, что почему-то в iOS 14.2 и предыдущих версиях бывает такое, что подлагивает Инстаграм. Я это проверил уже на двух телефонах, на айфоне SE и на айфоне семерке. И да, действительно, с такой проблемой я там столкнулся. Сейчас посмотрим, как это происходит на айфоне 6s. Сейчас у меня воспроизводится фильм, и в этот же момент я пытаюсь листать ленту в Инстаграме. И мы видим, что да, иногда почему-то она и здесь подлагивает, даже, мне кажется, больше, чем на двух предыдущих мной тустируемых телефонах. Как видите, лента в Инстаграме подгружается действительно очень долго. И также встречались какие-то проблемы при ее перелистывании. Там иногда какие-то резкие такие рывки были. Сейчас же мы видим, что фильм у нас продолжает все еще воспроизводиться. 10% заряда аккумулятора мы потеряли, ни одно из ранее запущенных приложений не вылетело. Большое спасибо тем, кто пишет комментарии с проблемами, с которыми вы столкнулись при работе вашего устройства. Все эти проблемы я проверяю и показываю, как они работают на текущей версии iOS. Огромная к вам просьба. Если заметили какую-то проблему в работе вашего устройства, не поленитесь. Укажите о ней в комментариях. И я ее обязательно проверю. Это будет полезно и мне, и другим подписчикам нашего канала. iPhone 6s меня приятно удивил, в отличие от iPhone 7. Здесь, несмотря на то, что телефон очень сильно нагрелся, он быстро разряжается, но анимация поддерживается на хорошем уровне. Я даже не знаю, как это может быть, что iPhone 6s работает по анимации лучше, чем iPhone 7. Но вы видите сами, это действительно так. Все приложения открываются очень быстро. Особенно те, которые мы запускали ранее, из оперативной памяти подгружаются молниеносно. Смотрите сами. Например, мы открывали игрушки. Также можем перейти в одну из них и попробовать в нее буквально поиграть минутку. Посмотрим, насколько плавно все это будет происходить. А после этого еще раз проверим работу анимации и многозадачности той же самой оперативной памяти. И после этого, если возвращаться к запуску предыдущих запущенных приложений, видим, что по-прежнему ни одно из них не вылетело. Это действительно очень круто. Также панель управления открывается быстро. Использование 3D Touch здесь отрабатывает молниеносно. Вообще ничего не подлагивает. Ни блокировка ориентации кнопочка, ни режим беспокоить. Вообще все работает очень здорово. Также в режиме переключения фонарика отрабатывает все очень быстро. Секундомер, таймер. Все молниеносно отрабатывает. Откроем некоторые приложения из панели управления. Несмотря на то, что я их ранее не запускал, открываются они очень быстро. Это даже с условием того, что сейчас у меня запущено воспроизведение. В фильме, как видите. Посмотрим, как iPhone 6s покажет себя в наших стандартных тестах. Первый тест на скорость включения. Включаем iPhone 6s и нажимаем старт на секундомере, как только загорается яблочко. Сейчас мы посмотрим, сколько времени уйдет на включение этого телефона. Итак, показатель получился 13,5 секунд. Очень даже хороший. Мне кажется, даже лучше, чем у iPhone 7. Да, действительно, сегодня iPhone 6s просто показывает отличные результаты во всех тестированиях. Сразу, далеко не уходя, перейдем к тесту на скорость запуска набора приложений. Ни одного приложения у меня не запущено. Нажимаем старт на секундомере и запускаем первое приложение телефона. Переходим далее. Калькулятор настроечки App Store. iPhone 6s сейчас был перезагружен. Полностью все приложения из него были выгружены. И вы знаете, почему-то iPhone 6s действительно показывает себя очень и очень хорошо на iOS 14.3. Я впечатлен. Ни одно приложение не подлагивало. Instagram, да, он был, конечно, с какими-то проблемами, но не такими большими, существенными, какие были на iPhone 7. Там прям статус бар пропадал. А вот здесь, ну да, лента долго подгружается, хотя быстрее, чем на iPhone 7, но все равно долговато. Раньше, мне кажется, было быстрее. Итак, ну же, iPhone 6s, давай 1 минута и 20 секунд. Ну, в принципе, отличный показатель для iPhone 6s. Опять же, быстрее, чем на двух мною тестируемых телефонах. Как так выходит, я не понимаю. Но iPhone 6s большой и большой молодец. Прям вообще красавчик. Все ранее открытые приложения сейчас вам демонстрирую. Никаких других приложений открыто не было. Только те, которые мы запускали в рамках этого теста. И при этом телефон разрядился на 30% буквально за 33 минуты. Ну так, внучки, давайте посмотрим, как iPhone 6s покажет себя в тесте Antutu. Запускаем тест и одновременно секундомер. Посмотрим, какой результат получится в этом тесте на iPhone 6s. И сколько времени потребуется на прохождение этого теста. Напоминаю вам, что необходимо обязательно указывать, какие показатели Antutu получаются у вас. Чтобы мы с подписчиками могли сравнить текущие показатели. И убедиться, что либо у нас все одинаково, либо у кого-то лучше, а у кого-то хуже. И, соответственно, сделать выводы. Пожалуйста, оставляйте показатели Antutu вашего устройства в комментариях. Есть, iPhone 6s справился с тестом Antutu за 6 минут и 49 секунд. Показатель получился 149 тысяч баллов. Какой-то показатель маленький, мне кажется. Обязательно дайте мне знать, какой показатель в среднем получается у вас. Замечу, что вот буквально за 45 минут активного использования iPhone 6s разрядился на 41%. Осталось всего 59%. Ну, видим, что некоторые приложения после того, как я активно использовал телефон, запускал тест на запуск набора приложений, запускал тест Antutu, некоторые из приложений действительно остались в оперативной памяти. Но большинство из них, к сожалению, вылетело. Если говорить про скорость работы после такого большого активного использования телефона, все, по крайней мере, как и было на начале тестирования. Повторно проходя тест на скорость запуска набора приложений, для того, чтобы убедиться в отсутствии проблем с работой телефона, обнаружил одну закономерность. На этот раз iPhone 6s тест прошел за 1 минуту и 18 секунд. Хотя предыдущий показатель был 1 минута и 20 секунд. На удивление, iPhone 6s в обоих случаях показал себя хорошо. С Antutu сложилась обратная ситуация. Если изначально показатель был 149 тысяч, то теперь телефон разогнался и выдал 164 тысячи. Обязательно укажите, какой показатель получается у вас. Дед обещал, дед сделал. Полное тестирование аккумулятора iPhone 6s на iOS 14.3. Давайте посмотрим, как покажет себя в нем iPhone 6s. Итак, я установил максимальную яркость экрана. Громкость выставил наполовину. Также у меня вставлена сим-карта в мой iPhone 6s, но при этом сотовые данные не используются. Если вы знаете, какие параметры можно еще отключить, чтобы сэкономить заряд аккумулятора, напишите в комментариях. Тестировать батарею мы будем с помощью воспроизведения видео на YouTube. Качество видео у меня выставлено на максимум. Ну так давайте посмотрим, сколько продержится iPhone 6s на iOS 14.3. Спустя первый час тестирования телефон разрядился до 72%. Ко второму часу тестирования iPhone 6s разрядился до 40% и уже потерял больше половины заряда. Напомню, всего за 2 часа. В итоге iPhone 6s продержался 3 часа. За это время он разрядился до 5%. И под конец просто стал ужасно подтормаживать. Именно поэтому буквально спустя 1 минуту выключился окончательно на 5% заряда аккумулятора. Мда, результат какой-то странный. Надо бы нам сравнить все это дело с iOS 13. Если вам интересно такое видео, то обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ребятки, в этом видео я очень постарался и рассказал вам о всех изменениях в iOS 14.3 на iPhone 6s. Я дико извиняюсь за свой странный голос. Я немного приболел, но все равно сделал для вас такое видео. Надеюсь, вы это оцените и хотя бы поддержите меня лайком. Обои, которые вы могли увидеть на экране моего телефона, как всегда можете скачать в моем телеграм-канале по первой ссылке в описании или закрепленном комментарии. Если вам понравилось видео, которое я сделал, то можете на меня подписаться. В общем, внучки, спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео. А я пойду, пожалуй, таблетку хоть выпью какую-нибудь. Надо деду подлечиться.